И к нашему эфиру сейчас присоединяется Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета. Юрий, приветствую вас в эфире. Привет, Анастас. Юрий, безусловно, в первую очередь хочу с вами поговорить о тех новых результатах расследования, которые не так давно были обнародованы, обо всех тех пытках и издевательствах, которые совершали российские военные над жителями Херсона. Действительно, каждый раз, когда мы узнаем все о новых зверствах и издевательствах, это просто, мягко говоря, в голове не укладывается и все так же вызывает самые ужасные и неприятные эмоции. Но вместе с тем мы понимаем, что обязательно должны что-то предпринимать, в первую очередь здесь, в Украине, для того, чтобы каждое такое преступление, оно не осталось безнаказанным. На данный момент все эти расследования, их данные, что с ними сейчас происходит и какая работа над ними ведется? Правоохранные органы, в первую очередь Служба безопасности Украины, сейчас проводят расследование по поводу всех этих фактов пыток, когда всех наших людей, в кавычках, арестовывали. И понятно, что это не был арест. Не было ничего, никаких прав на защиту. Просто людей забирали с митингов, забирали во время обысков. И просто иногда на улицах, и закрывали в пыточных, и издевались над ними на протяжении месяцев. Сейчас все эти случаи документируются, и всех потерпевших... У них есть процессальный статус потерпевших, да? Их опросили. И после того, когда будет соответствующее количество доказательств, и, соответственно, будет реакция со стороны правоохранительных органов. И все эти материалы расследований, я уверен, все они будут предоставлены международному сообществу для того, чтобы весь мир видел, видели, с кем мы сейчас имеем дело. Никто не придерживается никаких прав, никаких гуманитарных норм со стороны противника, со стороны коопационных властей. И то, что происходило у нас на Херсонщине во время оккупации, это просто страшные вещи. Были отдельные, представьте, детские камеры. Были камеры для женщин, где их содержали просто в нечеловеческих условиях. И мы сейчас ожидаем официальных заявлений со стороны правоохранительных органов. Ну, пока что это все рассматривается в рамках тайны следствия. Уже известно, понятно, какая квалификация данных преступлений, потому что на самом деле действительно издевательства были разного уровня. И, как вы сказали, были камеры даже отдельные для детей. Ведь это все разная квалификация преступлений, возможно, разная ответственность. Ну, смотрите, так и есть. Там действительно по группам преступлений есть разная квалификация. Но все-таки я хочу, чтобы было официальное заявление со стороны органов следствия, правоохранительных органов, относительно статей, в рамках которых были открыты уголовные производства. И в отношении всех статей, в рамках которых все виновные понесут ответственность. Но, по крайней мере, мы можем говорить о том, что все лица установлены, кто участвовал в этих преступлениях, кто именно это совершал, кто именно это делал. Вне того, что они прятали, пытались прятать свои лица от людей, которых держали в этих пыточных. И я очень надеюсь на то, что все эти люди понесут ответственность. И то, что они делали, еще раз отмечу, это просто был геноцид. Очень важно, что вы отметили, что все лица, которые совершали данные преступления, они установлены. Насколько есть вероятность, если вам, конечно, известно, что еще до окончания войны будут, возможно, предъявлены первые обвинения и будут притягиваться к ответственности виновные, что нам не придется ждать окончания войны, безусловно, победы Украины, что, конечно, уже ответственность последует гораздо раньше. Но я в этом уверен на самом деле, потому что в отдельных случаях я знаю, что есть достательный доказательств для того, чтобы, ну, скажем так, уже сегодня на международном уровне этих людей, этих людей, да, вот, привлекать к ответственности, привлекать к ответственности. И те преступления, которые они совершали, они не имеют срока в давности, где бы они ни прятались раньше или позже, их привлекут к ответственности. Как сейчас все, если привлекает к ответственности военных преступников, фашистов Второй мировой войны? Я специально сравниваю эти вещи, потому что то, что они делали, вот некоторые лагеря смерти, то, что делали фашисты на территории и нашей страны, и стран Европы, то же самое делают российские солдаты, российские ФСБшники, российские розгвардейцы. Они тоже устраивали эти пыточные на территории Херсонской области. Есть еще, случается такая вот проблема для расследователей, пострадавшие не всегда готовы говорить о тех преступлениях и пытках, которые над ними совершались, и это можно, конечно, объяснить, потому что психологически сложно о таком говорить. Насколько сейчас есть возможность оказать психологическую помощь пострадавшим и, в принципе, какую-либо помощь, потому что война в Украине, к сожалению, до сих пор продолжается. И Херсон периодически находится под обстрелами врага. Даже не периодически, а довольно часто. И на самом деле ощущение войны и ощущение вот этого противостояния, оно в любом случае еще в городе присутствует. Слышны звуки взрывов. Насколько можем себе позволить, насколько у нас есть ресурсы для того, чтобы помочь людям, которые пострадали от российских военных, более-менее вернутся к жизни, скажем так. Смотрите, социальные службы работают, и сейчас действительно очень-очень сложно. Во-первых, из-за ситуации с безопасностью. Даже сейчас она остается сложной на дооккупированной территории, потому что враг продолжает обстрелы. И понятно, что в этих условиях нам не хватает ресурсов, не хватает в первую очередь специалистов, которые бы занимались этой историей. Кроме того, очень большое количество людей, которые прошли через все это, они выехали, и они сейчас не прибывают на территории Херсонской области. Некоторые из них выехали даже за границу. Мы понимаем, что сложно в этом случае предоставлять психологическую помощь, когда они за границей. Но я хочу отметить, что у нас большая команда. Те парни и девушки, которые были задержаны, они также прошли через все это. И сейчас они работают на территории Херсонщины, и кто-то в структурах военных администраций, кто-то как волонтер. Ну и вы знаете, они сами могут сейчас предоставлять, оказывать психологическую помощь тем пострадавшим. Та несломленность наших людей, о котором знает весь мир. Есть ли понимание, возможно, еще не все смогли, кто-то не смог чисто психологически, еще сугубо психологически решиться на то, чтобы рассказать о том, что пришлось пережить. Кто-то, возможно, действительно пока находится не в Украине и не может физически это сделать. Куда обращаться для того, чтобы сообщить, что были вот такие вот действия противоправные по отношению к тому или иному человеку? То есть достаточно просто прийти в отделение полиции? Или, возможно, еще проще есть горячая линия, куда можно позвонить и сообщить о том, что такое пришлось пережить? Смотрите, есть горячая линия Службы безопасности Украины. Также работает линия в рамках национальной полиции. Можно обратиться просто в полицию, сообщив, что вот была такая ситуация. Эту информацию передадут уже подразделения, которые непосредственно расследуют вот эти случаи, которые работают в этом направлении. С этим вообще нет никаких проблем. Есть формат, он работает, и он работал даже во время временной оккупации. Когда человек, даже пребывая на территории временно оккупированной, вот этот человек имел возможность в безопасном режиме, да, в режиме онлайн, соединиться со следователем и предоставить всю абсолютную информацию. Но мы также понимаем, что люди, которые пребывали во время оккупации на этой территории, они оказывались под очень большим психологическим давлением, и большинство из них боялось это делать. Но были и случаи, когда люди, еще пребывая в оккупации, они вот предоставляли эти свидетельства для того, чтобы эта информация, она была предоставлена следствию. Ну и в завершении, как сегодня живет Херсон, какие основные есть проблемы? Безусловно, наверное, номер один это то, что не продолжаются обстрелы стороны российской армии, но вместе с тем, как сегодня живет город? Життя повертается. Ну, смотрите, жизнь возвращается, хотя на самом деле я скажу, что сейчас еще очень рано возвращаться в Херсон и в другие населенные пункты, потому что сейчас ситуация с безопасностью очень сложна. И мы видим, что в последние дни возросло количество обстрелов, и, к примеру, накануне по Херсону враг работал очень сильно, по Береславу, по другим громадам. Проблема — это восстановление инфраструктуры. Понятно, что сейчас недостаточно ресурсов для того, чтобы быстро это делать. И если в самом областном центре у нас более чем удовлетворительная ситуация, и в том числе инфраструктурная, но есть громады, в которых, к сожалению, ненаселенные пункты не подключены к водообеспечению, к электроэнергии, и над этим сейчас работают власти. Есть график касаемо каждого населенного пункта, но сейчас, конечно, эта история, она требует времени. Ну и другая проблема — это заминирование территории, когда есть очень много населенных пунктов и смертельных случаев, таких «сюрпризов», в кавычках, которые после себя оставляют российские оккупанты. Речь идет о большом количестве боеприпасов, мин, которые не разорвались, и сейчас, к сожалению, у нас как минимум один случай, когда люди подрываются на этих «подарках», в кавычках. Юрий, благодарим за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что с нами на связи был Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова